Привет! Сегодня всеми любимый Йонт. Я охочусь на тебя. Ну и, конечно же, всеми любимый Санька. Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? Не без Сэма, он тоже будет. 200 алмазов, повторяю, что мы шикуем. Собственно, что у нас было? У нас Агата попала в тюряжечку. Добро пожаловать в тюрьму. Как будешь выбираться? Побег не из шоушинга. Ну, слава богу, что это не шоушинга. Как все к этому пришло, когда я свернула не туда? Она удивляется, наша Агата. У меня была тихая жизнь, я училась криптоанализму. Любила тетушку. А потом все переносилось с ног на голову, мир сошел с ума. Ну, вот Саня точно сошел с ума. И кажется, я единственное адекватное существо в пределах этой страны. Так не наговаривает она всех, Агаточка. Понимаешь? Она рассказывает, вот сейчас я в нетерпении. Кто же наш собеседник? Крыса пошевелила усиками, потом опустилась на все лапки и вальяжно ушла обратно в норку. Шизофрения посетила нашу Агата. А, это было, это топ. Я помню в каком-то фильме тоже, где человек попал в тюрьму, он говорил с тараканом и кормил его. Ты вздохнула, других собеседников у тебя не было. Ты посидела. Потом посмотрела по сторонам и запела. И вот мне 21, и я в тюрьме без права досрочного, и никто не может мне помочь. Но мама пыталась, мама пыталась. Какая мама? Непонятно. А вот там стоит водичка со стаканчиком, там у нее прям лакшери номер. Я не знаю, вот вся серия пройдет вот так, типа, о. Серьезно, тюремный блюз? Саня! Саня, блин, привет! Алекс, Сэм, что вы здесь делаете? Типа, спасаем тебя, нет? Слава разработчикам! Аллилуйя! Они сделали так, чтобы Сэм был с таким прическом. Сэм наш дорогой, он с растрепанной прич... Ну, просто, блин. Сэм с растрепанной причёской, это просто секси. Он заставляет меня забыть Александра. Пришли спасать тебя из тюрьмы, готова выйти? Но как? А суд? А следствие? Пофигу, пофигу. Мужчины скрестили взгляды. Ехидный Александр и хмурый Сэм, такой, типа... Лох! Пиздер! Когда тебя арестовали, слегка забеспокоились. И чё, всё, типа, немного раньше. О, если будут такие флэшбайки, это будет реально классно. Мне одному этот арест показался странным. Действительно, что странного в том, что комиссар сама лично является для ареста. О, а ты умеешь сарказм, оказывается. Всё должно было происходить по-другому. Для её ареста нужно было решение суда. Агаточку-то, пойдём, деточка. Мы тебя в чуряжечку посадим, и всё. Там не было никаких разбирателей. Заломили ей руки, значит, всё, идём. Ой, смотрите, видите, там на заднем плане коньячок стоит. По-моему, там Алекс уже успел упукнуть. Горе! Агаточку забрали. Она соблюдала запрет на невыезд. Я всё время держала её поблизости. Её нельзя было арестовывать без веских доказательств вины. А главное, ты видела это обвинение? Что за бред? И почему же ты не возразил комиссару? Во-первых, ты серьёзно? А во-вторых, Гудмана комиссар не ладят. Не хотел давать этому придурку ещё один повод гнобить моё начальство. Поведение Чарльза тоже ни в какие рамки не лезет. Короче, они всех обсирают. Александр задумчиво покачался в кре. Ух, старичок ты наш! В кресле качалочки, значит, уже с газеточкой. Похоже, от парня придётся спасать тебя. За кого ты будешь играть? Молитвы услышаны, люди! Если я не ошибаюсь, мы сейчас будем за парня играть. Я, наверное, выберу Алекса, потому что что мы будем делать? Правильно, мы будем сводить Алекса и Сэма. Бэй-бэй-бэй-бэй! Шипер в здании! Ёй, вошёл в чат. Тебе не кажется, что красотку надо выручать? Рапунцель из заточения. Конечно, конечно, мальчики. Я... Путь интуиции играет лица Сэ... Я хотела выручиться Алексу нахрен! Нахрена я избирала путь интуиции? Вот зачем просто? Ааа, блин! Я шла по пути интуиции! К чему это привело? Думаю, что справлюсь сам. Чувствую помощь принуд... Помощь пригодится, ибо что? Надо, чтобы Алекс тоже, типа, блин, за нами пришёл. Вся эта история очень дурно пахнет. Зачем этот дурацкий арест? А что, если цель ареста не она? А кто же ещё? Объяснись. Что, если комиссар пытается подставить твоего Гудмана? Ну, хе... Я не знаю про их там интриги. У меня мозг левела Агат. Вы мне тут играть за Сэмой, грызовальцы. Если у них, как ты говоришь, конфликт. Может ли комиссар попытаться выставить Гудмана некомпетентным идиотом? Не, ну он, в принципе, такой есть. Обзывал Агатку, вызывал её на допросы. Что, он не идиот, что ли? Мол, зачем он копается с расследованием, когда преступник? Вот он. Он на кого намекает? Я что-то пропустила мимо ушей. Я вообще мечтаю, чтобы убийцей оказался Алекс. Потому что это бы было прям... Вау. Ты опустил... Блин, как же мне нравятся эти описания! Наконец-то нам дали за мужика поиграть. Ты опустил голову на скрещенные руки, обдумывая это заявление. Я не хочу делать глупых и поспешных выводов. Какой малыш Сэмми. Мы ничего не знаем о мотивах комиссара. Значит, нам нужно их узнать. Я предлагаю забраться к нему в дом и... И что? Ты хмуро посмотрел на разбушевавшегося нарушителя. Мы не будем никуда забираться и ничего нарушать. Я схожу, поговорю с комиссаром, а потом мы будем думать. Ты такой честный и наивный, что противно. Пойдём. Вот согласна с тобой, Алекс. Вот реально. Избавиться от Александра по путевой участок не удалось. Сейчас он шагал за твоей спиной, раздражающий, улыбаясь всем подряд. На оптимист, что? Прекрати скалиться. Ты выглядишь подозрительно. Можешь надеть на меня наручники. Типа, ты меня арестовал и ведёшь на допрос. У-у-у. О-о-о, ролевые игры начинают. Алекс уже даже сам согласился, чтобы сам его, значит, наручничками-то приковал. С такой довольной рожей. Все подумают, что я ударился в БДС. А-а-а, блин, это шикарно. Это то, что все ждали. Жду не дождусь, когда наш душка Сэм ударится в БДС. Блин, блин. Разрабы, я вас люблю. Хочу ветку с разрабами. Александр Игрива пошевелил бровями. А-а, блин, это шикарно. Это самое лучшее, что можно было себе представить. А-а-а, блин, подарок лучший. Я тебе руки переломаю. Ну-ну-ну, не рыпайся. Мне? Чё? Ты торопливо развернулся и едва не столкнулся нос к носу с комиссаром. Никаких нет, господин комиссар. Троиточие. Бросив на Александра такой же неодобрительный взгляд, комиссар двинулся было дальше. Что делать? Не знаю. Преградить ему дорогу. Автор... О, плюс авторитет. Я прошу прощения, комиссар. Я могу с вами поговорить? Ты бросил короткий угрожающий взгляд на Александра. Типа... Или как-то вот так, типа... Или что-то такое, типа... Наедине, если это возможно. Нет? Алекс пойдет за нами. По поводу ареста Агаты... Склонения как-то у них вылетели из головы. Ареста Агата Харрис. Бедный Сэм, он разучился говорить по-русски. Ареста Агата Харрис. Нам не о чем говорить. О, и музычка такая. Но этот арест был незаконным. Чарльз Харрис. Комиссар хищно развернулся, типа... Вшух. Его тонкий палец уперся в твою грудь. Помощник детектива, вы сомневаетесь в моих суждениях или полномочиях? Просто хочу получить ответы на свои вопросы. Вот вам ответ. Вы, Гудман, не справились с этим делом. Поэтому за него взялся я. Вот это. Я отстраняю вас обоих от расследования. Молодец, Сэм! Твои щеки разом похолодели. Шух. А комиссар одернул край пиджака и решительно двинулся прочь. Ну нет, этого я так не оставлю. Что делать? Посадить под ножку красивого ключа и врязать ему от души, пнуть его вслед. Ах, я еле успела! Сжав кулакит, ты подбросил вперед одну ножку. Ножку. Блин, так грязно звучит. Ножка. Сэма не нога, а ножка. Какой балерун ты наш. Запнувшийся от твоих ступни комиссар со всего размаху приземлился на пол. Хлобысь. Сэм сегодня жжет. Что вы себе позволяете, Макота? Вы уволены. Уволены. Непонятно, для чего ты это сделал. Но было весело. Но зато хоть Алекс оценил. Что делать? Украсть его ключи? Ну давайте украдем ключи. Мы облажались, и нам еще раз агент. Ты развернулся и как бы случайно рванул комиссара за полу пиджака. Ну что еще, Макота? Ничего, сэр, простите, я споткнулся. Гневно фыркнув, комиссар стремительно двинулся дальше по коридору. Да, по-хорошему не получилось. Значит, придется по-плохому. Ты приподнял воздух связку ключей и позвонил ими у лица Александра. Ха, а ведь притворяется хорошим мальчиком. Ааа, блин! Ох уж эта улыбочка Александра. Я знал, что в душе ты еще тот мерзай. На сторону зла перешел, так сказать. Скорчив Александру злобную гримасу, ты устремился в глубь коридору. Давай как-то романтичнее. Шевели задницей, пока комиссар не решил вернуться. Плотно прикрываясь за собой дверь, ты быстро рассмотрелся по сторонам. Александр немедленно занялся и мирно лежащим на столе ноутбуку. В твоем распоряжении остался весь остальной кабинет. Не знаю, картины, было бы глупо, сейф. Что они ищут вообще? Ну, наверное, картины. Ты подошел к ближайшей картине, оценивающе осмотрел ее, затем приподнял. Под ней оказалась голая стена. Не повезло. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. Недовольно цыкнув, ты перешел к следующей. На третий ты поймал на себе взгляд Александра. Они закрылись в кабинете. Если вы сейчас не дадите мне, значит, любовную линию вести с Александром, хочу от лица Сэма мутить с Александром. Все. Все. Это мой запрос. Что? Просто не знал, что ты такой великий ценитель искусства. Я ищу тайники под картинами. А ты точно настоящий полицейский? Извините, у меня мозг левла агаты. Ты словно рыкнул, но оставил картины в покое. Что осмотреть? Не знаю, сейф. Для начала ты на всякий случай подергал ручку сейфа. Принялся сосредоточенно крутить замок. Опять где-то на третьей минуте ты поймал на себе взгляд Александра. Что? Опять то же самое. То, что ты делаешь, логично, но как-то феерично. Феерично, блин. Феи Винкс. Феи Винкс. Мы с Иром, мы спасем друзей. Ты думаешь, я его не взломаю? Твой партнер по... Твой партнер по преступлению только молча поднял брови. Пришлось оставить сейф до лучших времен. Если сейчас еще раз ошибусь, я буду орать. Ящики стола. Подвинув Александра легким движением бедра... Ооо, блин, это такое наслаждение читать. Моя шиперская душа сейчас в пляже. Подвинув Александра легким движением бедра, ты открыл верхний ящик стола. Ну, романтика, чё? Эй, преступник, смотри, что я нашел. От преступника слышу. Он взял двумя пальцами бумагу и пробежался по ней глазами. Так, это протокол допроса Марты. И? И то, что я не составляла этого протокола. Кто-то подделал мою подпись. Александр удивленно выгнул на тебя бровь. Мисс Рэдбэк утверждает, что миссис Харрис ударила миссис Сильвер Харрис головой об стол дважды. Хлопать! Что за бред? Главный свидетель утверждает, что Агата убила Аннет. Александр покачал бумажкой в воздухе, прежде чем кивнуть на экран монитора. Это было сказано и в переписке. В какой переписке? Вот, почитай. Он развернул к тебе монитор, на котором был открыт почтовый клиент. В заголовке письма было написано РЕ предложение. Предложение руки и сердце, что ли, блин. Руки и сердце, да. Чем дольше ты читал историю переписки, чем больше у тебя портилось настроение. Бедный депрессивный сын. Так. Некий мистер счастливчик присылает комиссару письмо, где предлагает денег. Комиссар должен забрать и дело у Гудмана и вести его самостоятельно. Ему высылают протокол до Пусомарты, который укажет на убийцу. Заметь, судя по всему, мистер счастливчик давно знает комиссара. Ты кивнул, чувствуя, как начинает болеть голова. В присутствии Александра наверняка плохо на него действует. Ну, ну, ничего, привыкнешь. Поделим наследство пополам. Чё-то там кто-то замышляет. Тебе не кажется, что дядюшка Чарльз идиот? Полдова. Идиоты какие-то странные, немужные. Так, опять мы куда-то возвращаемся. А, как гадки. Играет своего лица. Вы сделали что? Ничего такого, чтобы об этом надо было орать на весь участок. Вас могли поймать и посадить. Мы были очень осторожны. Да, мы неуловимы. Как Бэтмен Робин. Как черинка в кружке. Ну, вообще просто. У него фразы топовые, всё. Это официально. Как Джо и его кобыла. Я поняла. Меня не это волнует. Дядюшка заказал мой арест комиссару? Да ну. Так это значит, что он убийца, что он хочет наследства. Да, по-моему, и то, что он убийца, наверное, было бы логичнее, чтобы, типа, ну, слить Агат. Чтобы все Агату считали убийцей. Ну, короче, вы поняли. Это сначала нужно доказать. Не могу поверить, что говорю это, но я согласен с Александром. Может быть, он причастен к убийству. Если тебя признают виновной, ты потеряешь право на следование. А Фредерик, а Марта? Ребята покачали головами. Здесь мы ещё ничего не успели выяснить. Ты нервно прошлась туда-сюда по тесной камере, остановившись у окошка. Воздух. О, что такое? Блин, меня эта музычка уже напрягает. О, сюда идёт Фредерик с ручьём в руках. А, блин, Саймон 02. Финальная битва и Саймон с Калашниковым. Сошёл в дверь, куда меня приводили. А там же охраны нет почти. Конечно, нет, это же тюрьма. Александр, насколько ты уверен, что Фредерик не в сговоре с Чарльзом? Такой, на ноль процентов. Бледный, как полотно Александр, несколько секунд смотрел на себя. Типа такой... Типа вот так. Блин. Не на сто процентов. Не на сто процентов, да-да? Ребята, никто не станет стрелять в участки. Ты готов поставить её жизнь против своей уверенности? Сам запкнулся, потом нервно облизнул. О, май. Не готов. Если он будет стрелять, как быстро придёт подмога? Не успеет. Ему достаточно пройти через дежурного. Потом между ним и тобой будем только мы. Где твой пистолет? Я сейчас не на работе, как видишь. Я не ношу его с собой в свободное время. Нас пропустили тут по большой дружбе. Нам нужно увезти её отсюда. Где ключи от камеры? Алекс спасает Агатку. У-ху. У дежурного. Так, один из нас идёт за ключами и вводит её отсюда. Второй будет отвлекать Фредерика. Тут есть запасной выход. Агата, с кем тебе будет спокойнее? У-у-у, ну, конечно, у нас сейчас спрашивают. С Александром. Санька, твои отношения с Александром улучшились. Стой здесь, никуда не уходи. Я за ключами. Очень смешно. Сэм бледно улыбнулся, типа такой, типа... М-м-м. Несколько минут спустя Александр вернулся со связкой в руке. Как вы умудрились их стащить? Ну, мы все знаем, там, наш душка Сэм ударился в кражи. Стыдно признаваться, но это делал Сэм. Давай об этом потом. Отперев замок, он приглашающий протянул лада. Надеюсь, леди не нужно особое приглашение? Ты гордо фыркнула. И прошла мимо него, даже не взглянув на протян-тур. Да у ниха дебильная! Он тебя спрашивал. Бери Александрову руку и не-не-не-не, молчи. Он хвыкнул за твоей спиной и пошёл следом к запасному выходу, тупой типа... Деревца, природа, красота. Мы стабильно продвигались вглубь леса и уже почти 20 минут. Наконец Александр остановился, осмотрелся по сторонам и обернулся к тебе. Я думаю, мы допустили грубую ошибку. Ты как грубую? Дело не во мне, а в тебе. И нам надо расстаться? Агапечка, ты переняла юмор, Александр, просто... Возможно, ну не прямо посреди леса. Я про Фредерика. Мы запаниковали и поступили как три идиота. Разве так не было до этого момента? Шура, разве так не было? Самое обидное, что я был идиотом вместе с вами. Надо же, ты признаёшь, что идиот. Снег пойдёт, наверное. Не прознавать, что ты идиот, когда ты идиот. Идиотский поступок. Ты слегка подвисла, а он шагнул тебе навстречу. Такое, Агата, эррор, блин. А всё из-за тебя? От возмущения ты чуть не подавилась собственной слюмой. Вот и помер дед Агата. Из-за меня Александр отрешённо изучал твое лицо, подсвеченное лучом, пробившимся сквозь плотные кроны деревьев. Ты обладаешь фантастическим умением притягивать неприятности. Оооо, ту-ту-ту-ту. Стопэ, чувак. Это у нас Смия специализируется по неприятностям. Это пусть Макс с Витей переживают. Агата у нас просто как бы недоразвитый ребёнок. И самая большая из них ты. Он шагнул ещё ближе, оттесняя тебя к стволу старого дуба. Да, меня ты тоже притянула. Ааа, блин! Началось! Романтик! Романтик! Сейчас сердечки полетят. Сперва своим бампером, потом... Его взгляд опустился на выпуклости под тканью платья. А-та-та, Алекс! Ух ты, ты как сразу! Не, а прикол в том, что, извините, мы в свитере, типа, чё тут, чё тут разглядываешь? Ты даже возмущённо зашипела, но он даже не повёл бровью. А потом оказалось, что у тебя ещё и мозг есть. У-у-у, Алекс признал, что у нас есть мозги и невероятное сочетание трёх факторов, которые могут привлечь внимание мужчины. Он сегодня прям на комплименты расщедрился. Что делать? А-а-а! Разрабы, я люблю вас! Да, укусить его за нос! Агата это мечтала сделать ещё с хрен знает какого сезона. Пожалуйста, укусить его за нос! Ты рыкнула и подалась вперёд, щёлкая зубами практически перед самым его носом. В следующую секунду жёсткие пальцы обхватили твой подбородок. Не бал усилила, Катан. Веди себя прилично. О-о-о! Блин, всё, началось! Солью все алмазы, Саня! Саня, давай! А то что? А то вот что. Прихватив оба твоих запястья свободной рукой, он поднял твои руки над головой. Начинается! Одно его колено легло между твоих ног, грубо раздвигая их в сторону. О-о-о! Блин, если сейчас будет тут, извините, ух! Извините меня, они в лесу, я не знаю. Если так, то это что-то уже заранки вон выходящие. Ну а чё бы и нет? Ты вдруг оказалась пришпиленной к дереву, как бабочка. То она у него лила Катан, мол, котёнок, то она бабочка. Это животина, скот сплошной просто. Александр, я смотрю, ты хочешь меня? Мне как-то стремновато тратить, типа, на то, чтобы, извините, там был какой-то кекс в лесу, но блин. Но блин! Но блин! А так хочется? Я смотрю, ты хочешь меня? Ладно, чё там, давайте тратить алмазы, всё, давайте. 30 алмазов на смарку, сейчас будет какая-нибудь дичь, но ладно. Твои отношения с Александром улучшили. Ну а как иначе? А я смотрю, ты хочешь хорошей порки. Не, ну в принципе, блин, ну меня жалко Агату. Откуда такие выводы? Да не откуда, просто давно хочу задать тебе маленькую трёпку. Ну Александр сегодня дал жару просто, у-у-у. Он с Сэмом переглядушки играл, то тут с Агаткой, ух, жарко. Ведёшь себя, как я, бесит. Беру с тебя пример, шо не нравится. Свободной рукой он обвёл линию твоего подбородка, жёстко надавливая пальцы. Бедный в подбородок Агаты. Его колено поднялось выше, вжимаясь в твой пах. А ещё тебе бесят эти твои нежные губки и твой тонкий пальц. Твои чёртовые облегающие брюки и низкие декольте. Ты раздражаешь меня, Агата. А ты меня, думаешь, не бесишь? Заявился в мой дом, оскорбляешь меня, командуешь. Да в тебе спельси больше, чем мозгов, придурок. Его холодные голубые глаза скользнули по твоим ключицам, шеи, губам и выше. Офигеть. Блин, всё. И остановились на твоих глазах. 10 сантиметров расстояния. Это сколько? Я прямо сейчас даже линейку возьму. А, блин, господи, вы видите эти сердечки? Они меня напрягают. Вы серьёзно? В лесу, в лесу, блин, в лесу родилась ёлочка. Ты вдруг поняла, что почти не дышишь? Твои губы приоткрылись. Ах, Санёк. Он снова опустил глаза, становился на твоих губах. А в следующую секунду вы уже целовались, задыхаясь от нахлынушего возбуждения. Уууу, сердечки летают. Во что я играю? Не спрашивайте. Его пальцы зарались в твои волосы, оттягивая назад твою голову. Ооо, блин, Агата сейчас упал. Кончик его языка скользнул по твоей щеке вниз, к шее. Ну, если сейчас тут будет что-то там... Нет, нормально, привели в какую-нибудь комнату. Он укусил, грубо оттянув нежную кожу, горло зубами. Да блин, он сейчас откусит ей что-нибудь. Ну, хотя Агатка сама тоже там его нос кусала. Так что он имеет право немножечко отомстить. Ты охнула, но вместе с болью пришло неожиданное удовольствие. Какой там, блин, он себя грызет? Ловив легкую дровь, что его тело, он переместился чуть ниже, оставляя еще один след укуса. Его ладонь грубо жала твою правую ягодицу. Ты возмущенно зашипела и дернулась, за что получила легкий на звонки шлипок. Блин, блядь. Аликс, ты чё это? Ну он разыгрался, люди, ну он разыгрался. Не беси меня еще больше, не дергайся. Что делать? Блин, тут я не знаю. Ну не знаю, давайте выберем быть хорошей. А хотя сопротивляться, если... Короче, ладно. Ты замерла, глядя на него большими невинными глазами. Умничка какая. Ну он, конечно, оценит, но сейчас он на нее, извините, накинется. Он хмыкнул и отвесил тебе еще один. Саня, ты в порядке? Блин, мы выбрали, типа, быть хорошенькими. Нет, Саня не в порядке. Саня не в порядке. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? С... Ты взвизнула из наслаждения, пилась зубами в его плечо. Он даже не поморщился сквозь ткань, поглаживая твою слегка зудящую ягодицу. Ты понимаешь, что так только заводишь меня еще больше? Ты молча оскалилась, поднимая на него блестящее возбуждение голоса. Шо будет, шо будет, ух. Он приподнял ладонь, ты задержала дыхание в ожидании удара, но тот неожиданно пришелся на вторую ягодицу. Нечестно! Нечестно! Он ответил тебе хриплом, грудным смехом и впился в твои губы коротким поцелуем. Ты тихонько заскулила, требовательно потирая животом и его живот. Прекрати спешить, Лила Ката. Нет, сейчас, немедленно. Да шо тебе надо, Агата, блин? Шо тебе надо? Ты всегда такая нетерпеливая? Вместо ответа ты принялась легонько царапать тканью, он... Ууу, блин. Ууу, пошла-полехала, люди, все. Не для детишек. Шо я читаю? Он тихо рыкнул тебя в губы и одним движением развернул тебя. Ай, нет! Не надо мне тут в лесу ничего. Если они вот прям сейчас конкретно, вот конкретно там, конкретно так, то это будет уже слишком. Я же сказал, не дергайся. Ты прогнулась в пояснице, возле на его пункт, но продолжит страсть не тебя. Под его пальцами променалась кожа твоей груди, ребра покрывались дорожками царапин. Он рисовал на тебе узоры, то легким касанием, то грубыми щеками, то нежное поцелуное место. Аликс, я больше не могу, пожалуйста, блин. Шо тебе надо, Агатка? Пожалуйста, что? Ты вспыхнула, как щепка, блин, щепка, сфигова, но выдавила из себя хриплым голосом. Возьми меня, пожалуйста, тебе. Тут лес, извините, меня не надо. Кончик его языка вырисовал контур твоего ушка. Ты правда этого хочешь? Нет. Да, будет. Агатка, я Ита, ты меня слушаешь? Нет, но она меня не слушается. Он тихо засмеялся, послал вниз по твоей коже очередную порцию мурашек. У-у-у, ты в предвкушении выгнулась, впиваясь пальцами в кору дерева. Ох, замри, блин. Это была такая игра, что-то там, раз, два, три, морская фигура, замри, значит. Он послушно остановился, давая тебе время привыкнуть. Всего несколько секунд, прежде чем снова двинуться. Аликс, смотри, нет, 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 нет. Агатка, молчи, раз уж уже пошла, поехала, то молчи. Ротик на замок, всё. Нет, я могу уйти. Нет, да, нет. Коротко, биполярочка, Агатка. Биполярочка, блин. О, гадка, блин, реши уже. Он двигался неторопливо, резмичен, блядовая, ловкая грудь и живот. Ты вдруг поймала себя на том, что спешишь подаваться на встречу ему? Ты ужасно нечерпеливая, мисс Харрис. Ты открыла было рот, чтобы возразить, но он резко подался вперёд, и ты подавилась криком. А тресты, быстрые толчки, ему надели себя крепко хваниться за стол, безмеривая. Ах, ты кричал, не сдерживая себя, он крепко держал тебя за бёдра. М-м-м-м. Пошлость, звенящая пошлость. Одна его рука вдруг ласково прошлась по твоей спине, самыми кончиками пальцев, типа как-то. У-у-у-у. Это стало последней каплей, ты сама того не ожидая, выгнулась. Ах, ох. От живота вниз и вверх простреливали короткие волны жара. Ух как, ты выгнулась вверх, вставая на носочки от напряжения прерывистых застанала. Чуткие руки Александра держали тебя, не давая скатиться вниз по столу дерева. Когда мир снова собрался из стеклянного пазла, ты обнаружила, что почти лежишь на мостине. Ты пыталась встать, но он легко удержал тебя. На чердаке какой-то тоже романтик у них был. Короче, я не стала эту сцену делать. Типа, блин, они выбирают такие места. Пыльный чердак, лес. Дай себе время, ты вечно спешишь куда-то. Без тебя там что, поезд уходит? Ну, я не знаю, там где-то Сэн, значит, бродит, ходит такой. Преступники ловятся. А, ну да, это хорошая причина, уважаю. Вожуха от Александра. Он бережно поставил тебя на ноги, убедился, что ты действительно стоишь. Затем он привел себя в порядок, помог тебе и отошел на несколько шагов. В его руке появился смартфон. Да он волшебник, блин. Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру такой. Ту-ру-ру-ру. Та-да. Чем дольше он смотрел экран, тем больше хмурился. О, обожаю эту молотку. Вот это самое топовое из озвучки. Я охочусь на тебя. Что-то случилось? Сэм не сумел задержать Фредерика. Недостаточно оснований. И никакой новой инфы наш полицей тоже не узнал. Так что нам теперь делать? Сейчас Сэм пригонит машину к трассе, поедем в особняк. Там разберемся. Да ладно, он его теперь Сэмом называет. Куда делся? Сарказм Александра. Ау, ау, блин, сарказм, мы ищем тебя. Объявление. Сарказм Александра разыскивается. Вы уже пользуетесь ею как своей. Ну, в принципе, так и есть. Он пожал плечами и беспечно пиная листья. Хыдыщ, блин, пошел впереди. Вдруг он остановился, повернул голову и бросил через плечо. Что же он бросил? Ты была очень хороша, умеешь срывать башню. Ууу, спасибо за комплименты. И оставив переваривать это сенсационное заявление, двинулся дальше. В этом весь Александр. Драться за водительское место на этот раз ты не стала. Сэм, за рулем, классика жанра. Дорога домой показала себя неправдоподобно короткой. Окончательно проснулась ты уже в комнате Александра. Ууу, блин. А че это мы в его комнатке? Ну ладно. А что я делаю здесь? Выходишь, пока мы переодеваемся. Или ты хочешь понаблюдать? О, а можно я вас одену? Бровь Александра выгналась так сильно, что почти уперлась в потолок, блин. Ааа. Это как так? Короче, представьте, что она где-то там. Ну пожалуйста, что вам стоит? У меня с собой не так много вещей. А я вообще против. Да че там скрывать, слушай. Шурум-бурум уже в лесу был. Ну тогда начнем с Сэма. О, блин. Это лучшее, что дали разработку. Мы играли сегодня за Сэма. Был Шурум-бурум в лесу с Александром. Теперь мы можем выбрать одежду. Разработчики просто нас в пипец балуют. Слушайте, не афиг хейтить. Просто благодарите их. Отсыпайте лепестками роз. Стильно. Горячим. Я не знаю, сколько он проходит в этом говне. Если он тут же это снимет, то я расстроюсь. Ну че, малыш Сэмми, покупаем тебя. Ну че, давайте, давайте. Че там мелочиться. Просто меня бесит этот костюм Сэма. Он какой-то говняный. Извиняюсь. Давайте будем делать из него такого типа хайпового школьничка. Хорошо, я шикую. Просто, ну, краш, крашуша. Крашик просто. В этом ты будешь смотреться просто как айдол. Ну я согласна с тобой, Агата. Эм, айдол? What the fuck? Забудьте, просто поворачивайся вокруг своей оси. Я буду любоваться. Я не знаю, я до сих пор жалею, что я не выбрала Сэма. Может быть еще все впереди. Теперь твоя очередь, ворчу. Я сам справлюсь, спасибо. Дай мне попробовать, ну. Александр раздраженно выдохнул и скептически выгнал бровь. Ну и что из этого получится? О, блин! Это что-то неожиданное. Хотя, я не знаю, мне что-то ничего из этого не нравится. Вот серьезно. С этим каким-то вот, этим, как его, плащиком, шарфиком. Не, он на бабу смахивает реально. Тут у него, я не знаю. Короче, он тут на головы походит. Он слишком официальный. Но образ Аликса вот на этом формировался уже. Кстати, серая рубашечка. Косплей на Аликса. Я как бы потратила бы. Я сегодня шикую. Но мне больше нравится вот там. А, впрочем, сам определяйся. Вот уж спасибо, ты настоящий дизайнер. Ладно, теперь мы красивые. Пойдем раскрывать дело, может быть. Вот сам реально теперь красивый. Не то, что вот этот его галстучик, блин. Он первый, подавая пример, вышел из комнаты. Ты вздохнула и поплелась за ним без особой охоты, все еще сонная. Но стоило тебе войти в гостиную, как весь сон, с тебя разом... Сдуло. Если вы понимаете, о чем я понимаю, я подумаю. Фредерик, что вы здесь делаете? У меня тот же вопрос, мисс Агата. Вы же вроде были арестованы. А вам того и нужно было, да? Я не совсем понимаю. Вы в сговоре с Чарльзом совсем не любили тетушку. Как бы она уже скончалась, что теперь в сговоре с Чарльзом? Логика. О, не интуиция, а логика. Правда? Правда, вы пытались меня убить и поделить с ними мое наследство. Фредерик несколько раз открыл и закрыл рот, потом обратился к детективу. Мне кажется, девочке нужен отдых. Да она и так уже сонная, поспала, что вы. А мне кажется, вам стоит рассказать ей, чем вы тут занимаетесь. Занимайтесь. Я бы тоже на ее месте вас заподозрила. Шляйтесь по дому, занимайтесь чем-то странным. Хм, он, короче, подозрительный чувак очень. По вам ведь и не скажет, что вы сотрудничаете с полицией. С полицией? Я обратила шокированный взгляд на Александра, но тот стоял с таким же удивленным выражением лица. Видим, когда Санька удивляется, это топ. Какой еще полиции, Фредерик? Ох, кажется, мне пора объяснить, что тут происходит. Да ладно. У-у-у, прошли мы просто... У-у-у, у меня нет слов. Эта серия была просто бомбезная. Освобождение Агаты из тюрьмы представляло себе более муторным, тяжелым и длительным. Так весело преподнесли, особенно когда нам дали поиграть за Сэна. Хоть и не за Александра, но ладно. Понравилось, что от лица парня это как-то необычно. Потом... У-у-у, жара с Аликсом. С Саньком, значит, Саня у нас не в порядке. И какие-то начались разбирательства насчет, собственно, кто убийца. Это все очень интересно, захватывающе. Так что ждите, ждите, ждите. Будет, будет еще больше. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok